Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виолетта Ефименко. Смотрите сегодня выпуски. На этой неделе просьба в рабочее время убрать всю личную технику из дворовых территорий. Плановое еженедельное совещание. Кто еще хочет выступить по повестке? Десногорцы обсудили проект стратегии развития города. За 2018 год на территории города Десногорска зарегистрировано 18 пожаров. В пожарно-спасательном гарнизоне подвели итоги работы за 2018 год. Я не думала, что все было настолько жестоко и это помогло восполнить мои знания по истории. Юные десногорцы рассказали своим сверстникам о детях блокадного Ленинграда. А теперь об этих и других событиях подробнее. В Смоленске обсудили проект реконструкции проспекта Гагарина. Он был запланирован два года назад. Реализовать его ранее не было возможности из-за разногласий с жителями города. Они не согласны променять более 50 липовых деревьев на дополнительные дорожные полосы, пешеходные переходы и велодорожку. Согласно проекту, липы подлежат вырубке от площади Победы до улицы Николаева. Смоляне предлагают продолжить озеленение и найти другой выход. В настоящее время проект обсуждается и обе стороны ищут компромисс. Уборка города после снегопада, телефонные мошенничества, а также предстоящие мероприятия в городе. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании. Подробности далее. Руководители ключевых подразделений города провели итоги прошедшей недели. Так, в отделение скорой помощи поступило 274 вызова. ДТП не зафиксировано. В Акушерском отделении появилось 7 малышей. Заболеваемость ОРВИ не превышает установленные нормы, но рост числа заболевших прогнозируется на этой неделе. На совещании отдельно уделялось внимание вопросу очистки города от снега. Припаркованный личный транспорт не всегда позволяет уборочной технике маневрировать во дворах. Обращаюсь к автомобилистам Десногорска. На этой неделе просьба в рабочее время убрать всю личную технику из дворовых территорий, потому что мы будем производить очистку и вывоз снега. Также обсуждалась проблема телефонного мошенничества. Злоумышленники под видом безобидных телефонных звонков узнают у доверчивых жителей личную информацию о банковских картах. Как результат, деньги с карты в скором времени пропадают. А любителей баскетбола порадуют предстоящие мероприятия. 2 и 3 февраля пройдет очередной матч первенства Центрального федерального округа. Соревнуются команды «Динамо Росэнергоатом САЭС» и «Юни Баскет» из Ярославля. 2 февраля школы приглашают выпускников на вечера встреч. 6 февраля состоится второй этап конкурса, посвященного Юрию Гагарину «Знайте, каким он парнем был». А 28 февраля предлагается пройти регистрацию и тестирование для участия в Олимпиаде по охране труда. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ 28 января в городе Ярцево загорелся жилой дом. Благодаря быстрой реакции и оперативной работе пожарных из огня смогли вынести хозяйку горящего дома. Сейчас женщина находится на лечении в специализированном учреждении. У нее зафиксированы ожоги лица, кисти и дыхательных путей. Причиной пожара, по предварительным данным, послужила электротехническая неисправность. Часом ранее, уже в Смоленске, пожарные спасли от огня пенсионера, который, возможно, проявил неосторожность при курении. В продолжении темы пожаров. В Десногорском пожарно-спасательном гарнизоне подведены итоги работы за 2018 год. Подробнее расскажет старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактических работ Ольга Шестерякова. За 2018 год на территории города Десногорска зарегистрировано 18 пожаров. В аналогичном периоде 2017 года – 16. При пожарах погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получил один человек. Местами возникновения пожаров за указанный период явились здания жилого сектора, зарегистрировано 12 пожаров. В транспортные средства зарегистрировано 6 пожаров. Причинами возникновения пожаров явились нарушение правил технической эксплуатации электропотребителей 6 пожаров, неосторожное обращение с огнем 6 пожаров, неисправность деталей, узлов, механизмов транспортного средства 4 пожара и поджог 2 пожара. За истекший период этого года произошло 5 пожаров без погибших и пострадавших. Если произошло возгорание, звоните по телефону 01 или 112 по сотовой связи. Десять лет назад состоялась интронизация Святейшего Патриарха Кирилла. До этого он 25 лет возглавлял Смоленские и Калининградскую митрополии. Эта дата для многих православных жителей России, особенно смолян, является очень значимой. В честь 10-летнего юбилея объединились Смоленский камерный и Псковский симфонические оркестры. Они поздравили Святейшего Патриарха концертом духовной музыки. На сцене драматического театра они исполнили музыкальные произведения знаменитых композиторов. Спеть известную песню икона в Смоленск приехал солист Гамбургской государственной оперы. Завершился юбилейный концерт песней «Многое лето» в исполнении всего зала. 29 января в администрации города состоялись публичные слушания. Десногорцы обсуждали проект стратегии социально-экономического развития города. Подробности в сюжете. Разделы документа отражают положение дел в городе и векторы его развития в дальнейшем. Несмотря на социальные и экономические трудности, у города есть большой неосвоенный потенциал для развития. Наличие свободных земель, образованных жителей и значительные ресурсы тепловой энергии позволяют Десногорску быть конкурентоспособным населенным пунктом. При верной реализации стратегии привлечение инвестиций возможно по ряду направлений. Тем не менее, проект затрагивает каждого жителя и требует широкого обсуждения со всеми заинтересованными лицами. Живу в Десногорске более 30 лет. И собираюсь, по крайней мере, дожить до 30-го года. Поэтому я внимательно прочитал эту стратегию и пришел на это обсуждение. На слушаниях затронули вопросы городского бюджета. Отдельно акцентировалось внимание на роли Смоленской АЭС в развитии города. Жители высказывали свои замечания и предложения. При обсуждении проекта большое внимание уделили текущей ситуации в городе. В частности, были внесены пожелания по уборке улиц в зимнее время, а также проработке инфраструктуры города. Не хватает совмещений просто для проведения досуга жителям города Десногорска. Допустим, таких как я, взрослым людям захочется пойти потанцевать, либо поиграть в какие-то виды спорта. В течение прошлого года администрация города неоднократно организовывала аналогичные публичные площадки. На них мог высказаться любой житель города. Стоит отметить, что рассмотрению подлежали те предложения, которые были оформлены документально. Это требование выполнило только финансовое управление администрации. К сожалению, предложений, оформленных должным образом и поступивших в отдел экономики, более не поступало. Закончили слушание открытым голосованием неравнодушных граждан. Далее проект стратегии развития города будет доработан и направлен на рассмотрение и согласование депутатскому корпусу Десногорска. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Под контролем у полицейских не только взяточники, но и взяткодатели. К трём годам и шести месяцам Смоленский суд приговорил директора иностранной фирмы. Он передал сотруднику регионального управления ФСБ России 4,5 тысячи долларов. Злоумышленник планировал получить содействие в нелегальной перевозке куриных окороков из США в Казахстан. Также взяткодателю назначен штраф в 20-кратном размере от передаваемой суммы – 5 миллионов 900 рублей. В настоящее время злоумышленник отбывает наказание за своё преступление. Воспитанники Дома детского творчества рассказали своим сверстникам об ужасах Великой Отечественной войны. Войны, которая искалечила тысячи детских судеб во время блокады Ленинграда. Подробности смотрите в сюжете. Мероприятие началось с истории страшной статистики смертности. Зрителям показали черно-белые фотокарточки истощённых и измученных детей войны. В зале царила полная тишина. Все внимательно смотрели до слёз проникновенный концерт. Госте особенно поразило выступление коллектива «Айсидора». Детям рассказали и о том, что такое голод. Ежедневно по карточкам каждый житель блокадного Ленинграда получал всего лишь по 125 грамм хлеба. Его пекли из столярного клея с добавлением муки. Почти все не страдали дистрофией. 400 грамм соли. Четыре коробка спичек. 200 грамм хозяйственного мыла. Всё это выдавалось на месяц. Без еды, воды и под постоянным прицелом врага ленинградцы выживали, как могли. Ужас тех дней тронул сердца юных десногорцев. Я узнала много нового, много информации. Я не думала, что всё было настолько жестоко. И это помогло восполнить мои знания по истории. Мероприятие очень понравилось. Оно очень душевное и затрагивает душу до слёз. Я увидела много всего интересного. Даже становится страшно при виде всего, что там произошло. Это было очень время такое, очень сложное, очень трудное для ленинградцев. Не было ничего, ни воды, ни еды, ни света, ни тепла. Особенно было очень трудно зимой. И когда ты понимаешь, что ты мог бы быть на этом месте, то без слёз ты не можешь просто стоять. Со дня снятия ленинградской блокады прошло уже 75 лет. С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится всё меньше и меньше. И такие воспитательные мероприятия необходимы подрастающему поколению для понимания всех благ, которые они имеют в настоящее время. Я думаю, что все вот эти мероприятия, которые делаются именно по памяти, это очень важно для того, чтобы развивались патриотизм, понимали дети то, что надо чтить всё-таки своих прадедов и всё, что было на нашей земле. В завершении концерта немного грустные, немного расстроенные, но вдохновлённые героизмом детей ленинградской блокады, зрители покинули зал. Велита Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. По данным Роспотребнадзора, в регионе продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Заболевшие в основном дети от 3 до 14 лет. Из-за низкой посещаемости 10 учебных заведений Смоленска приостановили занятия в некоторых классах. Полностью закрыта гимназия имени Пржевальского. В целом ситуация в области считается благополучной и не вызывает опасения. Коротко о погоде. 30 января в Десногорске облачно. Возможен небольшой град. Температура воздуха до 2 градусов днём, ночью – ноль. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только положительных эмоций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова